Ну а как мы все-таки не можем быть изданным нашего федерального образования стандарта или государственного образования стандарта по документам зрения и архивоврения, у нас представлены группы и архивы введения, включая их в архивы введения. В принципе, это даже хорошо, потому что не все организации могут позволить себе иметь отдельное и знание, которые будут в сфере архивного дела, умение организовать архив и работать с ними, использовать инфекционные технологии, как и в инфекции, тоже очень важны. Еще одно направление, которое мы реализовали в рамках наших фронтов, это включение неопределенности, опыт работы с внутренними системами документации. Прежде всего, это в том числе и экономические документации. Но фракция, которая работает в рамках, включение в планы и архивы в сандах, показали следующее, что при всем желании включить направление подготовки информационно-контационного обеспечения управления дисциплин по многим другим системам документации, просто физически невозможно, потому что мы ограничены в часах, и это влияет на качество подготовки по основному направлению. Поэтому у меня возникла такая идея, я очень подношу на Ваше обсуждение. Мне кажется, что нужно, наоборот, во все другие лечебные планы других вузов, которые готовят специалисты, предметы, другие предметы сверху, включить дисциплины по информационным обеспечению управления, например, организации технологии или основное обеспечение управления. Дело не в том, что это повлияет на статус профессии, хотя это, конечно, тоже, но главное, что это позволит нам организовывать документы, управление документами, модификацию документов в не едином методологическом уровне. И это приведет к совместимости всех систем организации и, безусловно, это повлияет на развитие и эффективность ведения документов и оборота в любую организацию. Говоря о статусе профессии и о качестве подготовки кадров и о том, насколько у нас успешно будет и идет, мы не можем забывать о том, какое влияние, понимая документов ведет вашей структуры, сколько он получает, какие мы можем научить, да? И это, безусловно, влияет на желание студентов обучаться по тому или иному направлению. Понимаете, вы хотите получить профессионалов свои деньги, но хотите при этом платить им 3 рубля и угонять на все зарывы в пост, делая, собственно, огромную нагрузку по основному направлению деятельности, ну, не получится, потому что была такая музыка по профессии и обучения, и мне понравилась позиция клиентов, они приходили и говорят, а где тут можно пойти обучиться на управляющих? Я говорю, а чем вы хотите управлять? Ну, не знаю. Ну, главное, что звучало слово управление. Понимаете? Ну, все равно, чем управлять, все равно, чем занимать. Он не хочет быть специалистом в какой-то конкретной вопросе, он хочет иметь бумажку с остатками. Понимаете? И это, вот, по-собому, что она смешна, но это все равно очень грустно, потому что, чтобы быть специалистами документов ведетов, да еще в современных условиях, да еще отвечать вашим требованиям и организовывать и работы в сфере продвижного оборота, уже недостаточно документы, вы должны быть специалистом IT-технологии, вы должны быть грязны и углодить еще и массу, и знания. А для этого, понимаете, нужно иметь не только хорошую базу, но и понимание того, что вы в своей жизни, закончив институт, а даже на уровне администратуры, реализуетесь и будете востребованы как профессионал, и будете иметь обеспеченный карьерный рост и стабильное положение. Поэтому над этим надо, конечно, серьезно нам всем задуматься. А вот это такое поверхностное отношение и непонимание важности роли документов веда в управлении любой организации приводит к следующему результату. Вот вам пример. Недавно был принят, как вы знаете, наш первый профессиональный стандарт, и в рамках сертификации на этот первый профессиональный стандарт Национальная Ассоциация ООС специалистов и административных работников выбрала 50 человек желающих. Это первые помощники очень высоких руководителей, которым было предложено какие-то определенные тесты. Тест составлял наш институт, что он был очень лёгкий, нас прям просили, сделайте полегче, пожалуйста. На наш взгляд мы сделали очень лёгкий тест. Только что вы думаете? Из 50 помощников прошел только один. И этот человек имел профессиональное образование. Понимаете? Вот вам показали результаты отношения профессии. Результаты того, кого вы берёжете себе на работу помощники. А потом, конечно, вы разводите руками и говорите, ну как же, уровень подготовки никакой. Насчёт уровня подготовки, то, конечно, надо сказать ещё о количестве выпускников, которые реально проходят через профессиональные школы подготовки документы. Вот если возьмём паном, да, в месяц, фактически, если мы берём прикладный круглый ряд, номер, наверное, 15-20 человек, дневной, и ещё без заожди, я думаю, что уже 15-20. Ну, пускай 40 человек, да, но пускай нет. Вот можете себе представить, сколько 40 человек на страну? Плюс мы берём администратуру, которая в этом году впервые будет выбираться у нас, да? 10 человек это максимум, что мы можем набрать, потому что бюджетных мест будет 4, шеи должны упасть. Ну, вот это посчитайте, кому из вас достанутся действительно профессионалы в своих силах. У Руденбурга было много филиалов, но в последнее время шла серьезная работа по их реализации и сокращению, я их очень рада, потому что на самом деле не все филиалы изготовили действительно хороших специалистов, а они подавали в том, что это тоже повлияло на иночь нашей профессии и на иночь нашего института. Говоря о профессиональных стандартах и их совместимости со стандартами образователями, надо сказать, что сейчас как бы ситуация меняется, мы должны устроить эту сторону и выстраивается некая согласованность в их действиях и их реализации, потому что практически мы имеем три уровня подготовки документов. Первый — это прикладываемый ряд, и люди, которые будут заниматься делами производства, некие технической функцией, имеющие подготовку в практической сфере, но не способны создавать свойственные нормативные документы в сфере операционной степени управления. У нас в Грузии этим занимается как раз колледжем ГОО готовит такой уровень специалистов. Следующий уровень — это академический ГОР. По сути дела, это уровень специалистов информационного посвящения управления, которые могут не только организовать документы оборудования для компании, они могут прикреплять блокальные нормативные акты и участвуют в процессе управления. Но, как вы понимаете, традиционно так сложилось, что специалисты ГОО за рамки ОРД не выходят, и это, так сказать, тоже неправильно. И третий уровень администратуры — вот как раз мы только принимаем попытку поднять ее на уровень именно в управляющем документации права на даты 130-400, которые сейчас разрабатываются, да, и научить их работать с другими системами документации, которые существуют в организации. То есть надежда на то, что выпускники как раз наших магистрских программ взяли в уровень топ-менеджмент этой компании и будут приятны на принятие таких серьезных управленческих решений в сфере управления документацией с их компанией. В целом мы, конечно, отлично воспринимаем, как базовый человек в этой деятельности. И в этой связи, вы знаете, я хотела бы воспользоваться ситуацией и спросить у вас советы или ваше мнение по поводу целесообразности организации специальных дополнительных профилей, платных, да, для подготовки специалистов документов для государственных профилей в области местного самоуправления. Имеет ли у вас эта цель возможность реализации и возможность организовать именно целикой закон из ваших организаций в рамках подготовки в вашем будущее? И второе направление – это кадровое делопроизводство, которое у нас как направление отдельно сейчас не существует, и мы будем зарабатывать специально платных профилей. Я подготовила анкеты, которые, к сожалению, не очень много, но, тем не менее, вот они где-то должны быть. Я бы вас вообще попросила запомнить и не отдать. Вот как раз с ответом на эти вопросы, потому что мы планируем дальше развивать наше направление в рамках нашего факультета. И прежде всего, как рассказано, вот эти группы полноценные платные профилей. Но надо понять, реально ли будет реализовать их в жизни, и какой ли ваш организация, в принципе, организовывать некий целевой, ну, помочь нам организовать все, в нашем случае, направление специалистов на подготовку по этим направлениям в рамках нашего университета. Вот, пожалуй, все, что я вам хотела сказать. Прошу вас, как прежде запомнить, потом отдать мне либо Анастасия Алексеевна, будет там, как сидит, около колокольчиков. Вот, и это, конечно, будет для вас большей помощью устраивая наши в дальнейшем действия в рамках совершенствования и благородных специалистов в рамках нашего университета. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ